Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня недавно произошёл один, на первый взгляд, незначительный случай с моим любовником. В общем, у меня были причины отказать ему свидание, так как меры доказания мне временно запретили заниматься интимной жизнью. Я не могла сказать ему правду и наврала право ответ. У меня были причины соврать. Несколько лет назад был такой случай на особо интим. Он сперва ушёл, потом позвонил и сказал, что хочет ещё, но я не хотела и не могла второй раз. Я ему сказал, что не хочу второй раз. Он пытался мной манипулировать, украшать меня, бросить, если его не будет второго раза в смысле. Я его потом два года не подпускала к себе, потом простила, но не забыла. И сейчас я наврала ему, потому что испугалась, что история повторится, что он начнёт опять на меня давить или ещё хуже предлагать альтернативные варианты. В общем, наврала, ладно, вроде бы всё прокатило, пожелал мне хорошей поездки, но вот загвоздка. Загвоздка прошла с тех пор три недели, он как в воду канул, не приходит, не звонит. В общем, вообще он работает по заездам. Он недавно с него приехал и, мало вероятно, что опять уехал. Хотя такая вероятность здесь. Но у меня почему-то разыгралась фантазия, будто он не поверил в мою враньё и решил, что я развлекался другим и теперь бросил меня на основании своих догадок. Я собрала лишь во благо, чтобы не вышло как в прошлый раз, не хотелось, чтобы на меня давили, и чтобы потом из-за этой ссоры мы опять расстались. Но вот ещё, что интересно, вместе с этими фантазиями, будто он и не поверил и бросил меня, у меня почему-то теперь наоборот, не желание его видеть. То есть я умом допускаю, что моя фантазия ошибочная, что он может в любой момент позвонить и прийти. Но вопрос, почему возникли эти фантазии и не желание его видеть. Я как будто уже наоборот боюсь, что он позвонит и придёт. Почему? Спрашивает Екатерина. Вообще, Екатерина, здесь у вас много, на мой взгляд, про тревогу, много у вас здесь про страх, много у вас здесь про контроль и про неумение обращаться. Как-то со своими личными границами. Вот. То есть это вот то, что бросается на первый взгляд. Собственно, ложь является первым показателем того, что между вами и партнёром отсутствует доверие, что ли. То есть как будто бы вот доверие-то нет у вас. И, как мне кажется, это ключевой момент. То есть вы выстраиваете отношения с партнёром не на доверие, да? А на вот каких-то манипулятивных проявлениях, да? которые вот, в общем-то, приводят только вот к негативу какому-то, только вот приводят к какому-то, ну, какой-то неудовлетворённости, что ли, как будто бы. Вот, собственно говоря. И, на мой взгляд, это то, что, ну, вообще говоря, может напрягать, да? То, что может вообще создавать какие-то вот не очень хорошие аспекты, вот, в отношениях. И самое главное, это не создает какого-то, какого-то вот спокойствия, самое главное, если это не создает какого-то вот, какой-то уверенности, да? Это не создает какого-то доверия в отношениях, чтобы вы не чувствуете себя как-то вот с человеком, да, хорошо с такой, например, да? И вот вы чувствуете угрозу, вы чувствуете напряжение, вы чувствуете давление. Это всё вот связано именно с тем, что вы как-то вот, ну, не можете, а вы не можете... Вещать свои границы, как вам, для того, чтобы вот... Ну, в этом смысле... Быть спокойной, да, вам, для того, чтобы в этом смысле... Ну, чувствовать... Чувствовать себя... Чувствовать себя... Хорошо, да. Вот, вам нужно обраться. Вот. То есть вот... Ну, какая-то вот такая получается история. И... В целом, это, конечно, не является чем-то... Чем-то хорошим, да. В целом, это не является... Чем-то таким вот... Позитивным. В целом, это... Это... Скорее, какая-то вот такая... Такая... Значит, ну... Беспокующая вас история и... Так далее. Поэтому я здесь больше обратил... Обратил внимание на то... Как... Как в целом, в принципе, вы... Вы... Выстраиваете... Свои... Отношения с мужчинами, что они вот... Вами... Ну, вами... Как-то манипулируют, да. И... В общем... В общем... В целом... Ну, как-то вот... Требует... Требует от вас... Того, чего вы не хотите. То есть... В данном случае... По сути... Мы имеем дело... Эээ... С тем, что... Вас... Чуть ли... Чуть ли... Чуть ли... Не... Принуждает... Да... К... Интиму... Вот... И... Понятно, что... У вас это... Ну... Не вызывает... Какого-то оптимизма. А вот... А что касается ваших... В целом... Ну, что... Фантазии, о которых вы... Говорит... Вот... Что... На мой взгляд... Ситуация... Эээ... Ситуация здесь... Связана с тем... Что... Как-то вот... Вы... Боитесь... Судя по... Судя по всему... Да... Вот... Как-то вы боитесь... Одиночества... Боитесь, что вас бросят... И... Вот... Эээ... Как будто бы... Ну... Вещается... 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 От этого... Ну... Вещается... Именно... Вот... Эээ... Того... Эээ... Что вас могут бросить... Вот... Эээ... Ну... Вы... Как бы... Вещается... От того... Эээ... Ну... 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 Могут... Да... Отнестись... Вот... Эээ... Эээ... Защищаетесь... От... Того... Что... Получается... Вас... Ну... Могут... Обесценить... Например... Эээ... Вот... Что... На мой взгляд... В принципе... И... Получается... То есть... Эээ... Ну... Вы чувствуете... Как бы... Вы знаете... Как бы... Что... Есть... Такая... Вот... Такая... Тенденция... К тому... Что... Вас обесценивают... Есть... Такая тенденция... Что... К вам не прислушиваются... Вы это... Вы это знаете... Вы это чувствуете... И... На мой взгляд... Как-то... Пытаетесь этого избежать... Избежать... Вот... Что... Эээ... Что кажется... Вполне... Нормальным... Что кажется... Вполне... Адекватным... Вот... Но... Момент в том... Что в отношениях... Вы себя... Чувствуете... Неспокойно... Незащищенно... И... Как будто бы... Вот... Под... Непряжением... Напряжением... Вот... И... Повторюсь... Эээ... Пока я читал ваш текст... У меня возникло ощущение... Что... Ээ... Как-то вы себя... Ну... Сложно сказать... Да... То есть... Вы себя... Как бы... Как будто бы... Как будто бы... Вы себя... Может... Может быть... Ээ... Не знаю... Не цените... Да... Не... Ну... Не уважается... То есть... Вот... Какое-то... Вот... Такое ощущение... У меня... У меня возникает... Вот... И... Я... Очень надеюсь... Конечно... Что... Очень надеюсь... Конечно... Что... Я не прав... Очень надеюсь... Конечно... Что... Мне это только кажется... Ну... Вот... А... Я... Ээ... Привык... Как-то вот... Доверять... В данном случае... Своей интуиции... И... Интуиция... Конечно... Говорит... Что... Такая проблема у вас есть... Отсюда... Если... Такая проблема у вас... Как-то... Ну... Действительно... Существует... Да... То... Вот... А... Если... 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 Такая проблема... Действительно... Действительно... Существует... То... А... Канель... Э... Конечно... 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 Конечно же... А... Вам... Вот... Приходится... В таком случае... Получается... Как-то... Эм... Ну... Сталкиваться... Эм... С... С тем... Вот... Что... Ну... Вам некомфортно... Приходится... Сталкиваться с тем... Что... Вам тяжело... Приходится... Сталкиваться с тем... Что... Эм... Человек вами манипулирует... Тогда... Вот... Опять же... Выбирая... Эм... Выбирая... Эм... Себе... Эм... В окружении... Эм... Эм... Человек... Который... Вами... Манипулирует... Вот... А... Вы... Наверное... Таким образом... Отражаете... Эм... Эм... Своё... Собственное отношение... Ну... Своё собственное отношение... Эм... 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 Себе... Вот... К сожалению... Эм... 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 Я бы сказал... Эм... 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 Глобально... Глобально проблематика заключается в том, что вы не добираете просто... Вот глобально ситуация заключается в том, что вы как-то вот к себе относитесь через обесценивающую тенденцию, вот. И, в общем и целом, это определяет то, как вы себя позиционируете в отношениях. О чем в данном случае идет речь, да? Речь добавим, что почему-то мужчина, например, вам позвонил, что почему-то он, ну, как-то посыпал, что можно уйти. И что можно предложить вам еще раз, да? Как-то, ну, встретиться, да, еще раз провести время, еще раз заняться сексом и так далее. Почему-то он для себя это считал приемлемым. И вот это самый важный момент, как мне кажется, почему он считал для себя это приемлемым. Я бы здесь посмотрел бы на то, какое участие вы в этом принимали. То есть я бы посмотрел, как-то на то, что вы для этого делали. То есть, что вы делали для того, чтобы это стало реально что-то. Потому что я думаю, что, ну, ваша заслуга в этом есть. Я так думаю. Вот. И вот как-то вот вы себя позиционируете не очень хорошо, вы себя позиционируете не естественно. То есть то, что внутри, то, что внутри вас не соответствует тому, что выражается. В этом контексте. Ну, скорее всего. Вот. Соответственно, вот. в этом контексте я и предлагаю вам подумать. Вот. В этом контексте я и предлагаю вам подумать. поисследовать эту историю, эту ситуацию. вот. И дальше, дальше уже, ну, возможно, было бы как-то, ну, как-то более понятно, чего вы сами хотите, да, и как конкретно вы хотели бы себя, ну, позиционировать. Вот. А чем лучше, чем лучше вы себя будете позиционировать, чем лучше вы будете, ну, чем адекватнее вы будете себя как-то воспринимать, да. Вот. С тем, на мой взгляд, вам будет лучше, вам будет качественнее, вам будет, ну, удобнее. Вот. Я думаю, я думаю, так, я думаю, такой ответ вам можно дать. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Я очень надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Я очень надеюсь, что вы сформулируете какую-то обратную связь на то, что я вам смог донести. Это позволит вам начать над собой работу при условии, если вы хотите этой самой работой заниматься. Потому что, ну, сейчас, сейчас вы просто как-то ведете речь о том, чтобы узнать почему, вот, ну, на мой взгляд, вопрос почему не решает проблему. Вот. Вот. Ну, не решает, вопрос, почему не решает, не дает решение проблемы, вот, и, соответственно, я могу только надеяться, что вы увидите, что прийти к определенному решению, да, прийти к определенному знанию о себе вам поможет только психотерапия, только работа над собой, да, и тогда вы сможете сделать так, что такого опыта, как у вас есть сейчас, не будет. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.